Базовая, повседневная и вполне привычная вещь – брюки. С их помощью можно было привлечь внимание противоположного пола, выразить лояльность режиму, противостоять империализму, провести юношеский обряд инициации. Кажется, этот предмет гардероба стал краеугольным камнем всей человеческой цивилизации. Женщины вели борьбу за право носить брюки. Мужчины же, напротив, яростно сопротивлялись их появлению. Носить или не носить? Уже сотню лет этот вопрос перед женщинами не стоит. А мужчины о нем и вовсе не задумываются. Брюки считаются прерогативой сильной половины человечества. Хотя история помнит совсем другие времена. Изначально мужчины носили юбку. Перетянуть ее ремнем между ног, чтобы было удобнее скакать верхом, догадались воинственные персы. Их нововведение сразу же пришлось по душе кочующим скифам. А вот цивилизованные римляне отвергли варварскую одежду. Ношение брюк каралось лишением имущества и изгнанием страны. Практичность быстро взяла верх. Любители юбок переметнулись на сторону брюк. Но поначалу как будто стыдливо прикрывали их плащами и туниками. Первые штаны были достаточно широкими на востоке и чересчур узкими в Европе. Они напоминали чулки и назывались шоссы. До сих пор их можно увидеть в балете. В средние века их носили и мужчины, надевая сверху гульфик или комичный кальсес, и женщины, скрывая их под длинным подолом платья. Современные модельеры долго ломали голову над тем, как сделать брюки с одной стороны узкими, с другой удобными. Но не натягивать же их, как в средние века, с помощью воды. Выходом стали леггинсы. Это что-то между брюками и лосинами. То есть это какой-то такой переходный момент. Ольга Вахурова, дизайнер, работает в паре с Полиной Гусевой. После успешного выступления на международном конкурсе «Формула моды» девушки создали фэшн-студию по пошиву эксклюзивной одежды, в основе которой лежит концепция «Форма black», как протест и доказательство того, что черный цвет может быть ярким и интересным. И леггинсы продумали таким образом, что они состоят из очень доскональной, структурированной конструкции. Эта конструкция убивает несколько задач сразу. Это утягивает бедра, утягивает живот, подтягивает попу. Это все мы заложили, эту конструкцию сделали сами. Облегающие и утягивающие свойства современные брюки приобрели отнюдь не благодаря материалу. Хотя изначально дизайнеры и делали ставку на трикотаж и синтетические ткани. В течение года девушки изучали конструкторские особенности вещи – деформацию во время носки, физиологию человека. Пока не придумали свою форму. Вопреки устоявшемуся мнению, что выкройка брюк состоит из двух основных деталей, модельеры предложили сразу с десяток. У нас были очень классные масштабные идеи о том, что эти леггинсы могут состоять из разных частей, люди могут выбирать эти части. Но в процессе уже производства мы поняли, что не всем людям это хочется делать. Им хочется просто надеть готовую классную вещь и получить от этого удовольствие. Узкие брюки в Европе были в ходу вплоть до 17 века, пока не появились сначала укороченные кюлоты, а потом длинные панталоны, названные так в честь театрального героя – панталоны. Женщины могли их носить только в качестве нижнего белья, однако во все времена находились смелые дамы, бросающие вызов общественным устоям. Первой женщиной, примерившей брюки, считается царица Семирамида. В шароварах она сопровождала мужа в боевых походах. В 15 веке брюки надела Жанна Дарк, а в 19-м они стали излюбленной вещью французской писательницы Жорж Санд. В это же время на другом континенте американка Элизабет Смит Миллер осмелилась носить так называемые «турецкие штаны» с укороченной юбкой. За право носить мужскую вещь дамы воевали много лет. Только в 1909 году во Франции был отменен указ Наполеона о запрете ношения брюк женщинами. И несмотря на это, в 1931-м Марлен Дитрих едва не выдворили из Парижа за мужской брючный костюм. Долгое время посетительниц в штанах не пускали в учебные заведения, офисы и рестораны, пока Эйв Сен-Лоран не доказал, что их можно надевать на работу, в школу и даже на отдых. Динамичный 20-й век предложил такое многообразие фасонов, фактуры цветовых решений брюк, о котором не могло идти и речи во всех предшествующих столетиях. Все мы сейчас очень любим брюки, носим их каждый день. И для того, чтобы наши образы были разнообразными, модельерами было придумано более 20 моделей брюк. Стилист Виктория Мельникова. Несколько лет занималась фотографией и стилизацией в ней, пока не поняла, что хочет совсем другого – одевать людей. Прошла обучение в Санкт-Петербурге у практикующего стилиста-имиджмейкера. Самым важным считает не только учесть образ жизни и особенности фигуры человека, но и умело вписать в его повседневный гардероб модные тренды. В первом образе мы видим пример того, что классические брюки могут быть достаточно удобными для повседневной носки. Достаточно добавить к ним кеды и футболку. Обратите внимание, что на футболке есть яркая надпись, которая гармонирует с кедами и объединяет весь образ. Джинсы не теряют актуальности уже несколько десятков лет, но до недавнего времени были популярны джинсы скини. Сейчас на смену им приходят джинсы классического прямого кроя с высокой посадкой. Но для того, чтобы образ с джинсами не был скучный, в него достаточно добавить яркие цвета, либо сочетать его с фактурными вещами – жакетами, пальто, косухами. В этом образе у нас представлены келоты. Они уже практически стали классикой и используются для повседневной жизни. Но важно помнить одно, что особенно выигрышно – они смотрятся на стройных и высоких девушках, потому что келоты визуально укорачивают ноги. Каждая деталь брюк – это отголосок их многовековой истории. Классические брюки, к примеру, закономерный итог эволюции костюма английского джентльмена. Ничего лишнего, только прямые линии и сдержанные цвета. Так называемые стрелки – результат транспортировки. Когда было налажено массовое производство и начался экспорт вещей в другие страны, брюки упаковывали так плотно, что образовывались складки, которые невозможно было разгладить. Еще одна деталь – отвороты. Они появились, чтобы защитить брюки от грязи. Такое же назначение было и у ленты, которой подшивали край брючин. Как ни странно, но именно эти детали сегодня отдают возможность модельерам вдоволь пофантазировать. Если говорить о мужском ассортименте и говорить о создании, допустим, индивидуального пошива брюк классических, то там просто гиперудовольствие, потому что внутри окантовки, гульфики, леи, то есть там очень много деталей, которые требуют своего внимания, дизайнера в том числе. Впрочем, мелочи хоть и важны, но они вторичны по отношению к общему крою брюк. В своем ателье классические выкройки Ольга отложила в сторону. Тон задают леггинсы. Точнее, взяты за основу принцип. Плавные линии, перетекающие одна в другую, сглаженные углы, благодаря чему кажется, что вещи сидят как влитые. Немного кастомайза, когда заказчик может выбрать цвет, подклад, фурнитуру. И вот они, идеальные брюки. Хоть классические, хоть спортивные. Последние, кстати, не так простые, как выглядят на первый взгляд. Дизайнеры находятся в постоянном поиске идей, как найти баланс между вещью, удобной для спорта, и практичной вноски. Вообще, штаны для тренировок появились достаточно поздно, только в 20 веке. Так называемые никербокеры для занятий гимнастикой носились со свободной блузой и были весьма популярны среди мужчин. Одежда для активного отдыха шилась из шерсти, затем из трикотажа и только в 40-х годах из лайкры, эластана и полиэстера. В последнее время тенденция идет к тому, что одежда должна быть достаточно удобной и комфортной. Поэтому спортивные стили, конкретно спортивные брюки, очень плотно вписались в нашу жизнь. В первом образе мы видим пример классического спортивного стиля и также сочетание классических цветов, это черного и белого. Но за счет того, что у худи имеются атласные ленты, на брюках есть принты, это делает образ не таким скучным. Если к этому стилю добавить пальто, то образ уже не будет таким спортивным. Это будет лук больше в стиле стрит-стайл. Но нужно обращать внимание на модель пальто, чтобы оно не было классическим, без каких-либо лишних декоров. Желательно, чтобы модель была оверсайз. В следующем образе к спортивному свитшоту и кедам мы добавляем классические брюки. Такие брюки сейчас достаточно актуальны, свободного кроя, широкие. Их можно носить как с кедами, так и с туфлями. Казалось, с брюками, прошедшими путь от пары полотнищ на завязки до узких шоссов и длинных панталон, уже не может быть связано никаких потрясений. Однако в 20 веке в СССР штаны неожиданно стали индикатором моральных принципов. Разве может советский гражданин щеголять в узких брюках, как стиляга, носить клеши-хиппи или гоняться за империалистическими джинсами. И все это на фоне регулярных показов мод, как отечественных, так и иностранных. Любопытный факт. Осенью 1959 года в США Никите Хрущеву показывали аппарат с газировкой, который распознавал, что надето на клиенте – юбка или брюки. Хрущеву дважды был налит женский вишневый напиток. Аппарат отказывался признавать широкие штаны руководителя СССР мужской одеждой. Брюки сегодня могут быть вещью говорящей. Для Ольги Вахуровой и Полины Гусевой они стали способом выразить свой протест. Дизайнеры стали шить абсолютно черные брюки, чтобы не подстраиваться под ежегодную смену цветов и тенденций, а создавать авторский продукт, учитывая тренды. Бестселлер – это кулоты, которые укорочены широкие брюки. Треники – это тоже очень современный ассортимент. Классические ассортиментные брюки я не беру в счет, потому что это как константа. То есть она всегда есть, всегда идет. Просто тоже силуэт этих брюк зависит от тенденции. Сейчас, конечно, это такие зауженные брюки-дудочки, чуть укороченные. Укороченные или чересчур длинные, узкие или широкие, из мягкой строящейся ткани или плотной кожи, с металлическим блеском или романтичным цветочным принтом. На современных подиумах представлено абсолютно все. Может показаться, что дизайнеры в поисках новых идей. Они же, напротив, давно нашли решение – создавать так много брюк, сколько хотят потребители, что называется, на вкус и цвет.